Море у Айвазовского Это живая трепещущая стихия С собственным настроением и характером Который меняется от картины к картине Почти всегда оно выступает Аллегорическим символом Неотвратимой человеческой судьбы То грозящим неминуемой гибелью То дарующим неожиданное спасение Пожалуй, Иван Константинович Как никто другой сумел почувствовать Душу моря И оно открыло ему свои секреты Одной из самых известных Марин художника Стал Девятый вал Картина соответствует всем принципам Романтического искусства И завершает ранний период творчества Живописца Название полотна отражает Древнее суеверие моряков О том, что во время шторма Девятая по счету волна Самая высокая, сильная А значит, самая опасная И смертоносная На холсте изображен трагический конфликт Между людьми и стихией Водная гладь еще не успела Утихнуть после ночной непогоды Исполинская волна Готова вот-вот накрыть Изможденных грибцов Выживших после кораблекрушения В борьбе с обрушившимся на них Несчастьем люди проявляют Невероятное мужество И волю к жизни По одной из версий В произведении нашли отражение Личные впечатления художника В 1844 году Он сам попал в штурм В Пискайском заливе У берегов Испании И даже числился среди погибших Бытует также мнение Что Айвазовский даже делал наброски Еще находясь на корабле Однако это вряд ли возможно Художник никогда не рисовал с натуры Он делал лишь пометки Об особенностях воды, берега, атмосферы А сюжеты картин Отпечатывались и хранились В феноменальной памяти мастера По словам самого же Ивана Константиновича Движения живых струй Неуловимы для кисти Писать молнию, порыв ветра Всплеск волны Немыслимо с натуры Для этого художника должен запоминать Первица на картине явно отдается стихи Огромное открытое пространство Устремляющееся за горизонт Бесконечно суровое море И еще более бесконечное небо Словно подавляют собой человека Однако золотой свет солнца, пронизывающий воздух Вселяет уверенность в то, что люди выиграют схватку с природой Крайнее отчаяние моряков Ближе не к смирению или панике А к неистовой борьбе Картина построена на контрасте света и тени А также обилие ярких тонов На фоне большинства русских пейзажей первой половины 19 века Обладающих сдержанным колоритом Она отличается напряженной яркостью И богатством используемых цветов Верхняя часть холста полна розовато-фиолетовых оттенков Передающих клубящиеся облака Внизу сине-зелеными красками нарисовано море Высокие бурные гребни, которые переливаются всеми цветами радуги Создается впечатление, будто все изображение находится в движении Волны то взмывают и просвечиваются в лучах солнца То обрушиваются вниз, обнажая холодную и мрачную глубину В 1850 году полотно приобрел император Николай I для Эрмитажа Спустя 47 лет оно было передано в фонд Государственного русского музея Где и хранится до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok